Ну и теперь, как всегда, Ария Майкла Баффера. Напоминаю, это бой за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии IBF и IBO. Говорят, что Владимир Кличко в очень хорошей форме, очень сфокусирован, очень, что называется, заострен на этот бой. Мэнни Стюарт уже подумывает о следующем бое, о каком я вам расскажу позже. Это Суди, Рой Францис, Стив Вайсфелд, и Джон Райк из Австралии. Ну, сами вы все слышали. Представление Рэя Остина. Так, друзья, оговорился, что ли, Майкл Баффер, что он в полутяжелом весе? Конечно, оговорился. Рэй Остин, претендент, официальный претендент. Правящий чемпион и в прошлом двукратный чемпион мира Владимир Кличко по кличке Доктор Стойной Молок. Напоминаю, бой запланирован 12 раундов. И Лэри Мерчинт меня сегодня не убеждал, что он не ожидает длинного боя. Посмотрим. В общем-то, ничего представлять Кличко. Все и так знают, и его манеру знают. Он, наверное, обладает самым лучшим джебом во всем дивизионе. Левый удар четкий, тяжелый, как у Валда. Быстрый, когда надо. И заметьте, как себя ведет Владимир с первых секунд боя. Стюарт запретил ему сближаться с Остином. Просто запретил. Вот для того, чтобы выполнить установку тренера, нужны хорошие ноги. Они над этим много работают. В принципе, то, что делает Кличко сейчас, это абсолютно понятная вещь. Нужно лишить противника уверенности в том, что он действует с правильной дистанции. Что он может достать внезапно. Что он может за счет быстрого шага сближения зацепиться за противника. Как только эта уверенность теряется, вот тут можно хозяйничать уже. Конечно, и в этом случае не все будет решено. Но, тем не менее, тактическая установка вот такая. Самое главное, не торопиться. Но, вы знаете, торопятся обычно амбициозные молодые бойцы. Им надо как можно быстрее все доказать. За плечами Владимира опыт весьма серьезный. Причем опыты поражений, которые иногда учат больше, чем иная победа. Что касается Остина, я абсолютно убежден, что недооценивать его никак нельзя. Потому что, вот даже посмотрите, то, что он делает с первым раундом. Казалось бы, вот эта пристрелка джебом, которую он делает, садится вниз. Уходит в уклон под левую руку. Это же все варианты. И так и сяк он пробует подобраться. И за этим явный расчет. И умение рассчитывать у Остина ни в коем случае нельзя отрицать. У него перед глазами, во-первых, и прошлый бой с Келвином Броком. Он хорошо помнит, чем он закончился. Он хорошо помнит бой Владимира Кличко против Маклайна. Когда Маклайн решил все-таки навязать такую силовую манеру, чем это дело кончилось. И не надо забывать, Остин практически ни в чем не уступает Владимиру Кличко. Я имею в виду в смысле физических параметров. Он весит сколько же, он почти такого же роста. На ваших экранах краще чемпионские поединки с участностью виткомпании Немиров. Разряженная такая разведка была. Сейчас очень важно понять, какие выводы сделать из этих трех минут. Ну, это Бекен Бауэр здесь рядом, в одном ряду с Доном Кингом. Секундант объясняет Остину, что, дескать, Владимир уже начал сомневаться в том, что он может добиться успеха за счет одной перестрелкой джебом. Жёстче стал действовать Кличко, жёстче левый. В первом ровне, конечно, надо было просто найти дистанцию. Но, в основном, попасть нелегко, потому что он постоянно раскачивает, видите, корпусом. Это большое достоинство американских боксеров и большой недостаток европейских. Нельзя ставить столбом перед противником. Играя корпусом, бросая вес с ноги на ногу, мало того, что уходишь из-под огня, ещё можно выйти в положение замаха для хорошей контратаки. Остин прекрасно понимает, что для него сейчас самое главное – не отходить. Ну, представляете, как будто прочитал мысли Кличко. Не отходить канатом, хотел я сказать. И вот он там и оказался. Да, тяжёлая рука у Владимира Кличко. А вот оказался всё-таки про Флари Мерчант. Сейчас они сидят тут рядом с Леноксом Льюисом, что-то оживлённое обсуждают. Ну, вот в какой-нибудь следующей программе я вам расскажу подробнее про свой разговор с ними. Да, повалил весь народ на ринг. Тут их Дон Кинг и Шелли Финкл. Конечно, и Бернг, менеджер. Братьев Кличко и Виталий. Виталий.